Эта улица никогда не выглядела идеально. Асфальта здесь не было. Глинистая насыпь превращалась в непроходимую грязь при первом же дожде. Но теперь может стать еще хуже. Вдоль двух кварталов протянулись огромные насыпи земли. На проезжей части остались все последствия рытья траншеи и колодцев. Я разговаривала с рабочими, когда они закапывали вот эти большие трехметровые ямы и ложили колодец, крышку, все вот это вот. Казалось, уже они вроде бы кончают. Говорю, а вот эти кучи, как вы будете ровнять по дороге или они останутся? Эти кучи, потому что большие кольца положили. Поэтому такие кучи, вот где кучи, там обязательно колодец большой, очень большой, трехметровые, такие круглые, большие шлакобетонные кольца. Не знаем. Вы знаете, нам, оказывается, им деньги не заплатили за эту работу, которую они вот два квартала провели, им не заплатили. Если людям не заплатили, никто ничего делать не будет. То есть вы сейчас переживаете, что в таком виде улица останется? Мы переживаем, погода портится, что такая дорога останется с вот этими кучами совсем на свете. В конце августа подрядчики приступили к работам. До последнего жители переживали за открытые котлованы, куда норовились сигануть играющие дети. Вопрос безопасности отпал буквально накануне. Установленные колодцы наконец-то засыпали. Но остались внушительные насыпи у ворот частных домов, что препятствует проезду. Жители в первую очередь волнуют, что не попадут сюда машины экстренного вызова. Но подрядчики заверяют, что волнения напрасны. Это обязательно будет исправлено. Дело в том, что сейчас немножко грунта сядет и его заровняется. Сейчас в первую дождь, она первая, все будет, осадок будет. Вся канава будет садиться. И для того, чтобы это самое, там немножко оставили грунта, а остальное потом лишнее, и все вывезется. Все заровняется. Дорога в каком состоянии будет? Приведена в изначальное или вы что-то планируете делать еще? Нет, изначальное такое положение все будет. Так что какое-то время к картине за окнами домов придется привыкнуть. По крайней мере, подрядчики гарантировали полное завершение объема работ на данном объекте. Хотя время покажет. Есть также угрозы от скопившегося у электроподстанции легковоспламеняющегося мусора. Как известно, эта проблема сейчас характерна для всего города. Вот этот мусор весь. Куда Акимат смотрит, вот сколько мы звонили, сколько говорили, реакции ноль. Мусор, что еще? Какая проблема? Дорога. Посмотрите сами. Вот почему-то после Наумова там все время автогрейдер ходит, работает. У нас сюда он не заезжает. Там Акиматовский бывший работник живет. Здесь никто не живет. Ну просто отношение, и вот это вот отношение к своей работе, просто себя не уважают, и все. Не говоря уже об отсутствии уличного освещения, люди готовы потерпеть и дождаться решения хотя бы одной самой острой проблемы на данный момент – это дорога. Ведь впереди осень, дожди и грязь. Впрочем, мечтают они, конечно, о полной цивилизации, но не привыкли требовать и митинговать. Пока только надеются быть услышанными. Асфальт – это роскошь. Навряд ли, потому что если столько лет обещают эту дорогу поправить и не поправлять. Вот у нас Луговую, ее переименовали, но она была Луговая. Там прям вот подсыпали какой-то крошкой. Вот еще как-то можно спастись. То есть хотя бы такой вариант у вас устроит? Хотя бы. Мы скромные. А здесь вообще живут скромные, добрые люди. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». Я говорю, люди хорошие живут. Вот сами как могли, разбомбили и все. Вот, а сколько деток на это. Поправьте нам наши дела.